доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и мы продолжаем изучать тору и мы продолжаем изучать тору значит сегодня прожил урок из машины да вот очень удобно сейчас что можно проводить из любого места из любого места можно проводить уроки прямо удивительная это жизнь можно и что это случилось непонятно как убрать мне вот эту всю историю какой ужас как это вдруг вот все это случайно нажал я не ту кнопочку и изменилось во мне все но я думаю что в этом мире ничего нет случайного я сегодня думал как раз как объяснить сегодняшний урок мы дошли в мы дошли в недельной главе бог до казни темнота вторая казнь в этой неделе будет про три казни и как раз я думал как вот как это была темнота что такая была темнота в начале три дня была темнота а потом было три дня они прямо чувствовали эту темноту она навалилась на египтян они не могли двинуться они были как в вате в такой да в темной вате это продолжалось три дня просто темнота три дня вот это вата я думаю как это было как вообще всевышний это сделал а у евреев был свет непонятно как это может быть что у кого в одном и том же месте у кого-то темнота и вата а у кого-то свет я это не понимал и вот сейчас как раз мне всевышний показал что это возможно я просто случайно нажал на кнопочку и когда случайно нажал на кнопочку да то появились вот эти вот эффекты видите вот есть такие эффекты сейчас фейсбук может сделать он может изменить все да видите вот например вот так он может сделать я буду на зеленом фоне а теперь я могу сделать facebook такую нам дал возможность что я теперь могу подставить вот сюда где этот фон могу подставить любую картинку и получится что если я сейчас сюда подставлю картинку какую-то да и только не понимаю как это сделать но по идее то возможно я могу сюда вместо этого фона поставить любую картинку видите и вот мы сейчас не удивляемся как это может быть что этот скак сидит в иерусалиме на подземной парковке в автомобиле возле молит возле больницы шара и цедок и он вдруг стал у него фон зелененький нам это окажется ну нормальный фон чего но зелененький можно вот такой сделать фон сейчас будет чуть по-другому он будет выглядеть или вот так можно сделать и добавить фото до которая будет использоваться в качестве фона и и если вот я найду где его добавить то я смогу я смогу просто вообще удивительно сделать чтобы вы видели меня на фоне на любом фоне это нам сейчас показывает всевышний мы живем во время которое называется время познания когда сказал всевышний что машиах придет когда все источники все источники они выйдут наружу то есть выйдут наружу имеется ввиду что все станет понятно и вот он нам всевышний показывает вот примерно вот так вот это было видите вот так это было в египте вы удивляетесь как была темнота вы удивляетесь как саранча была не удивляетесь вот сейчас же вы не удивляйте что из как стал зелененько-синим да вот так вот то есть меняется я сейчас меняю с помощью кнопки Сигнал, который идет, да, то есть идет сигнал От меня идет сигнал в телефон Из телефона сигнал идет к вам Я взял его и в телефоне поменял Поменял в телефоне какой-то кнопочкой одной Поменял качество этого сигнала А Всевышний что делал в Египте? А Всевышний, он менял мироздание Он менял тот мир, который он же сам и создал И он показывал, смотрите, люди, вы думаете, что вы знаете, как оно будет Вы думаете, что вы управляете собой, своей жизнью Он говорит, нет, я управляю, я вас создал, я вам дал возможность Я вам дал возможность подняться на уровень осознания и своей связи со Всевышним Но все равно я как был хозяин мира, так я и остался хозяин мира Как я был Бог, который всем управляет, так я и остался И я захочу, сделаю египтян вот такими, например Вот такие будут египтяне А захочу, сделаю египтян вот такими Понимаете, вот просто А захочу, сделаю вот такими даже Смотрите Да? Вот такими Понятно, да? Все, я перестаю включать эффекты Но я как раз думал сегодня, как на практическом уровне Мы можем представить и объяснить, что такое была казнь темнотой Теперь переходим к недельной главе Значит, в этой недельной главе Машарабейну предупреждает фараона У меня с собой нет текста, поэтому я буду по памяти рассказывать Машарабейну предупреждает фараона, что сейчас придет саранча И поесть всю ту зелень растительность, которая осталась после града И если ты не отпустишь народ служить Всевышнему Значит, саранча съест все Фараон не отпускает, саранча съедает Фараон бежит к Машарабейну и просит, кричит Давай, все, отпускаю, всех отпускаю Только убери эту казнь Машарабейну опять молится Приходит ветер, саранчу уносит И что говорит фараон? Не отпускаю Смотрите, как получается Это точно как в жизни у человека Вот когда что-то наступает плохое Как тревога, так до бога Все, 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 пожалуйста Только убери от меня эту напасть Буду хорошим, все, буду хорошим Все, только убери Только убралась Опять забыл Опять какая-то неприятность Это просто удивительно Насколько люди Насколько люди не видят и не понимают Вообще свою обязанность У нас есть долг Долг служить Всевышнему Выполнять заповеди Быть хорошими, быть добрыми друг с другом То есть это же очень понятные простые заповеди Потом приходит Машарабейну И говорит фараону Смотри, если ты сейчас Не отпустишь народ Значит придет казнь темнота Темнота это То есть будет три дня темно Представьте, меняется полностью структура мироздания Фараон говорит Нет, не отпущу Приходит, значит темнота Полная темнота приходит И что? И три дня темнота Три дня не могут они двигаться И фараон, естественно, после этого Говорит, отпущу Но Когда уходит темнота Что говорит фараон? Не отпущу И Значит На этом сегодняшний отрывок заканчивается Что мы из этого Для себя учим? Мы из этого для себя учим Ну Мы должны пройти Десять уроков Кстати, интересно Я недавно узнал такую информацию Очень для меня Ну такая простая Но очень важная Я раньше делал разные упражнения Разное количество раз Бывает там Три раз Пять раз Семь раз Восемь и так далее Когда я начал делать упражнения Десять раз Десять раз Это законченный цикл То есть Десять это такое вот Целое число И совершенно другой эффект Когда ты делаешь десять раз Эффект намного больше Чем девять раз Чем восемь раз Чем семь раз Чем шесть и так далее Поэтому Всевышний дал Десять Именно десять казней Десять уроков Десять уроков В которых В каждом уроке Было только одно Один смысл Да Что Всевышний управляет Вот этим вот Аспектом мироздания И то Что нам кажется Привычным Понятным Закономерным И не сдвигаемым Оно такое Только по одной причине Потому что Кто-то так это запрограммировал То есть Всевышний И второе Что он нам доказывает Что Тот кто запрограммировал Он не просто Когда-то запрограммировал И навсегда Нет Он может Войти в эту структуру Он входит в эту структуру И он может перепрограммировать То есть Все ключи управления Остались у Главного программиста У создателя мироздания У Всевышнего Творца мироздания Который Им управляет Да Это был смысл Вот этих вот Десяти казней Почему мы про них изучаем И мы про них вспоминаем Каждый Каждый Песок Вспоминаем еще раз Прокручиваем Все вот эти вот Десять казней Теперь Опять же Десять заповедей На скрижалях Было написано И значит Десятью Все началось с того Что десятью Сказаниями Десятью Изречениями Всевышнего Был создан мир Есть Мишнаф Пертьявод В которой Спрашивается Зачем Всевышний Создавал мир Десятью Изречениями Прям задается Такой вопрос Он же мог Одним создать И ответ Такой Да Дает нам Усная Тора Ответ дается Такой Бог создал мир Десятью Изречениями Имеется ввиду Десятью Изречениями Вот Вот это вот Ирына Вовканич Просто ей надо Для того Чтобы Стать умной Чуть-чуть Давайте мы ее Заблокируем Чтоб таких людей Больше не было В нашей компании Мать укливых Ну в общем Ладно Она сама Исчезнет Все это Сумасшедшая женщина Смотрите Значит Десять Изречений Почему именно Десятью Изречениями Был создан мир Задает вопрос Талмуд Можно же было Такое объяснение Человек Он Так устроен Что он Целый день Должен О чем-то думать Вот он просыпается У него есть ночь У него есть день И он целый день Чем-то занимается Если ему забрать Чем он занимается Ему скучно Ему реально скучно Вот посади человека Скажи ему Сиди вот так вот просто И отдыхай Он скажет Я не могу Ну я час отдохну Ну я два отдохну Ну я три отдохну Десять часов А что мне делать Мне надо что-то делать И любой человек Которого вот так Пытаешься посадить Отдыхать Он не может отдыхать Ему нужно что-то делать Теперь ум человека Так устроен Что ему надо За что-то цепляться Так интересно Если человеку Не за что цепляться Он начинает там Решать кроссфорды Какие-то там считать Что-то он начинает Обязательно делать Вот эти все сериалы Телевизоры Газеты Журналы Книги Там вся культура Все эти балеты Все-все Зачем это все создано Чтобы было человеку Чем заниматься Хлеба и зрелищ Это два главных Двигателя Которые двигают людьми Хлеб это надо кушать Зрелище Надо чем-то себя увлекать Теперь Всевышний Он Мог бы сказать Людям Вот вам одна заповедь Да Молитесь например Молитесь и благодарите Скучно В отношениях Вот есть Люди выдумывают Сложные ритуалы Там Новый год например Вот сейчас Появляется Раньше так не было Сейчас например Новый год Появляются какие-то Ритуалы Какие-то там Праздники Что делать Как делать То есть Людям нужны ритуалы Люди не могут жить Без ритуалов И Всевышний Поэтому Он сделал мир Таким образом Что Есть Вот 12 месяцев Например Да 4 времени года Тут Рожходыш У тебя Я сейчас Расскажу историю Из которой Вот понятно Есть одна Мишна В которой Устная Тора В которой Говорится так Что Радца Кадош Барху Лизакот Эт Исраэль Что Всевышний Он хотел Удостоить Израиль Да Народ Израиля Поэтому Лификах Ирбал Аэм Поэтому Он умножил Для них Тору И заповеди Есть 613 заповедей И есть Тора Она бесконечная Ее можно изучать День и ночь С утра до ночи Есть столько Разделов Торы Столько тем Столько там Трактаты Талмуда Просто Невероятное Количество Книг Которые можно Изучать Которые можно Книги Которые можно Значит Есть комментарии На каждую книгу Размышления Споры И так далее То есть Это огромный Огромный Объем Теоретической Информации И 613 заповедей Которые Каждую Можно изучить И в каждой Заповеди Есть 4 уровня Выполнения Простой уровень Есть С глубиной И так далее То есть Есть чем заниматься И рассказывается История Как в Багдаде Это было Где-то лет 200 назад Жил один Очень большой Мудрец И этот Мудрец большой Он был в то время В то время Мудрецы Торы Они были По уровню знаний Ну просто Космонавты Относительно Просто людей Вот мы сейчас Сейчас В принципе Практически Все что есть В Торе Уже встречается В книгах Каких-то Психологов Философов Стивенкови Там и так далее То есть Первый кто Выдал Тору В широкое Такое пользование Это было Христианство Да То есть Христианство Базируется На 4 пятых На Торе И есть Одна пятая Это Евангелие И позднейшие книги Которые возникли В христианстве Но 4 пятых Фундамент Христианства Это Тора Только Упрощенно Рассказанная Ну спокойно Упрощенно Рассказанная Теперь Значит Потом В последнее время Когда возник интернет Просто Появился доступ Ко всей информации Кабала Для народов мира Там пошли Преподаватели Кабалы Которые рассказывают Все что там есть В тайных книгах Лайтман Там Берг И так далее То есть Тора вышла наружу То что Предсказано было В книге Зоар Что с 1850 года Начнется Технологическая революция А вот сейчас В наше время Полностью выйдут Все знания Тайные наружу И все станет Ну вот Все людям станет понятно Как оно Что Как работает То есть Действительно Человек За последние 150 лет С 1850 года Просто мир изменился Кардинально До этого Тысячи лет Не было электричества Не было связи Не было Двигателей Не было Вообще ничего Не было За последние 150 лет Просто мир Технологическая революция Которая продолжается Сейчас квантовые Эти компьютеры У людей Не было Лампочки Вообще 150 лет назад Не знали Что такое электричество Сейчас мы Разговариваем Вот видите Телефон В машине Интернет Космические корабли И так далее То есть Это все произошло За последние Всего лишь 150 лет А до этого Не было ничего Этого Даже близко Не было Представляете Значит История 150 лет назад Около 150 200 лет назад Еще до Технологической революции В Багдаде Жил один Мудрец Торы Но Тора Которая сейчас Вышла наружу Она не менялась Уже Тысячи лет И две тысячи лет назад Или тысячи лет назад Рамбам Который был врачом У Египетского султана Рамбам Он все это знал В тысячу раз больше Чем знаем мы То есть Он знал Все о чем мы сейчас говорим Он все это знал А до этого Царь Соломон Который построил Первый храм Он знал В тысячу раз больше Чем знаем мы О структуре мироздания Но электричества не было Почему не было Непонятно Значит Не было в нем нужды Царь Соломон Он нормально себя чувствовал Без электричества И вот значит Двести лет назад Вот этот мудрец Торы Который одновременно Был очень богатым человеком Который одновременно Был купцом У него был сын И вот сыну стало Уже двадцать лет И сын говорит Папа Я до двадцати лет Учил Тору Но сейчас я понимаю Что мне надо жениться Я должен себя обеспечивать Мне нужно начать работать Я хочу тоже Стать купцом Значит Этот папа ему говорит Хорошо сынок Вот тебе значит Десять тысяч Мешок золотых монет Вот тебе корабль На закупку Плыви в Лондон Закупись там В Лондоне товарами Привози товары в Багдад И продаж их в Багдаде Вот это бизнес Купил в Лондоне Продал в Багдаде Что-то купил в Багдаде Продал в Лондоне Это бизнес Хорошо Значит Сын этот едет в Лондон Приезжает к родственнику своему Там дядя Двоюродный дядя Приезжает к нему домой Говорит Здрасте Я из Багдада Вот я сын вашего родственника Значит Приехал сюда на закупку товара Поужинал И пошел в гостиницу Тогда ходили пешком Не было возможности Ездить на машинах Значит Приходит он себе в гостиницу А этот его родственник Он Пешком Все было пешком Пошел по всем Оптовым купцам Продавцам в Лондоне И говорит Приехал Приехал мой Племянник На закупку товара И он на закупке товара Значит У него неделя в Лондоне Ему нужно Такие-то товары Живет в такой-то гостинице Номер такой-то Утром этот парень Просыпается А у него стоит уже очередь Из продавцов Из купцов Лондонских Которые ему предлагают товары Он всю неделю Вообще Не успевал покушать По складам Все пешком Тут посмотрел Там посмотрел Там закупил Здесь закупил Тут значит Все это надо было Понять Решить Договориться Как это все запакуют Отправят В общем Проходит неделя Он забегает К этому своему родственнику Который был у него В первый день И говорит Вы знаете Я говорит Вообще У меня просто Извините Минуты не было Чтобы покушать Я так занят был И просто Извините Даже я к вам не зашел А тот ему говорит А ты знаешь Говорит Это я тебе все это организовал Это я вот тогда Когда ты приехал Пошел сразу Ко всем купцам И сказал Что ты приехал На закупку Этот племянник говорит А зачем вы так сделали Он говорит А ты знаешь Говорит Вот представь ситуацию Ты бы проснулся Утро У тебя никаких дел нет Что бы ты сделал Пошел бы спокойненько В холл гостиницы Позавтракать Сел бы ты завтракать Тут к тебе подсела бы Какая-то девушка красивая А девушки красивые Всегда были Древнейшая профессия Известна какая Значит Древнейшая профессия У девушек Она была еще Еще Вообще давным-давно Подсела бы тебе Девушка древнейшей профессии И дальше бы Прошла бы неделя Ни денег Ни товаров Ничего А там потом И молодость бы прошла И жизнь бы прошла И все Поэтому хорошо Что ты был занят Хорошо что ты был занят Работой Хорошо что ты был занят Закупками Хорошо что у тебя Не было минуты свободной На то Чтобы заниматься безделием Пустотой И Ну просто пустотой И Это то что сделал Бог Для еврейского народа Когда дал Тору И дал обязанности Ее изучать Ее применять И вся жизнь Минута в минуту Регламентирована Выполнением заповедей У тебя нет времени Отдыхать Ты знаешь что ты должен Здесь выполнил Там выполнил Здесь выполнил Там выполнил Все Или же Если ты попробуешь Посидеть пару минут Спокойно То у тебя обязательно Будет какие-то Чем заняться Чем заняться Чем заняться Все друзья Удачи успехов Есть чем заниматься Выполнение заповедей Изучение Торы Духовный рост И все будет хорошо Хорошего месяца Ходы штоф Значит Ходы штоф Это хорошего месяца Сейчас новолуние И как каждый месяц Новая луна Она расширяется Расширяется И выходит в полнолуние Также каждый из нас Что такое луна Выходит в полнолуние Она же не светит Она принимает свет И точно так же Каждый из нас Принимая свет Торы И продолжая этот свет Торы Мы можем прийти К полному состоянию Полной луны Когда будет Очень много Света отраженного Потому что мы все равно Являемся Проводниками информации Мы принимаем Или свет Или тьму Информационную Извне Дальше мы этим Светом или тьмой Освещаем Или затемняем Свой внутренний мир Мир своего мышления И потом из нас Выходят В принципе Переработанные слова Которые мы приняли Откуда-то Так я желаю Всем нам Чтобы мы принимали Божественный свет Слова Бога Слова Торы Чтобы мы этот свет Внутри Варили Обдумывали И размышляли На темы Торы И чтобы мы потом Выражали себя Через слова Торы И тогда Будет полная связь Такая близость Связь со Всевышним И в жизни будет Все хорошо Потому что все Проблемы От того что человек Отделяется от Бога Отдаляется от Бога И действует неправильно Бог Он никогда не дает проблем Он всегда светит Как солнце всегда светит А вот А вот Интересно Да Солнце всегда светит А луна то маленькая То большая То же самое Божественный свет Божественная любовь Она всегда светит А насколько ты ее принимаешь Зависит от тебя Все Всем Кто болеет Рефуаш лыма Чтобы было полное выздоровление Рефуат анефеш Рефуат агуф Чтобы было выздоровление Души И выздоровление тела Потому что вначале Болеет душа А потом Как следствие Болеет тело И чтобы был хороший месяц У всех хороший день Все Удачи Успехов Всем пока